Всем доброй ночи, друзья мои. Я думаю, что нет нужды напоминать каждый раз, что я вам дарила много работ и буду дарить касаемо денег. То есть из серии денежной магии. И делаю я это по той причине, что деньги – это двигатель цивилизации. Без денег, без имущества, без стремлений к богатству, к достатку человек не может жить. Он не может обеспечить жизнь себе, достойную своим потомкам. Всегда во всем нужны материальные блага, ибо мир материален. Итак, хочу вам подарить созданный мной ритуал. И создан он на основе знаний, тайн, секретов восточных купцов. Не тайно, что восточные купцы – самые удачливые торговцы. И богатейшие дома Востока продолжают и продолжали традицию своих отцов и дедов именно по купеческому делу. У купцов есть свои приметы, у купцов есть свои тайны, секреты, которым они мало с кем делятся, оставляя только своим потомкам. Купцы могли с помощью денег купить себе титул и становиться князьями, боярями. Да, это касаемо уже нашего, ближе к нам. Многие купеческие дома, такие как Медичи, покровительствовали искусству, покровительствовали великим людям, открывали школы, богодельные. Для того, чтобы делать добрые дела, нужны финансы. Для того, чтобы подняться в жизни, нужны финансы. Чтобы еще больше денег заработать, нужны изначальные финансы и капитал. И поэтому без финансов, без денег никуда в этой жизни. Этот ритуал легкий в исполнении, и он будет очень полезен и очень кстати людям, которые занимаются торговлей. На Востоке считалось, что первая покупка, неважно, сколько купили, сколько взяли, первая покупка, она самая важная. Брали деньги или монеты, полученные с первой покупки, опять же, неважно, какой товар они продавали. И начинали проходить и просто протирать товар. То есть обходили товар, касаясь этими деньгами, как бы протирая их деньгами, осеняя их деньгами. И начитывали определенные слова. Есть несколько версий, но вы мало где найдете, а может и вообще не найдете ни одну версию. То есть рассказ, не именно заговор, приблизительный, примерный рассказ о том, что нашептывали восточные купцы, когда получали первую покупку, для того, чтобы привлечь еще больше покупателей. Но на основе этих знаний я создала, естественно, свой ритуал. Я хочу вам подарить этот ритуал. Проведите этот ритуал, и вы увидите, как весь день у вас будут идти и идти покупатели. Заодно хочу напомнить, что есть у меня заговор, дела купеческие, денежный сохран, много заговоров, много примет, много старинных методов, тайн ведунов и прочее, которые помогут вам во многих случаях для ведения своей торговли, для заключения каких-то договоров, для привлечения клиентов и так далее. Даже для того, чтобы обеспечить вам добрую славу в ваших делах. Потому что это тоже немаловажно. Вообще в купеческом деле это самая первая роль играет. Добрая слава. Итак, к вам в магазин зашел человек или зашли люди. Купили что-то. Или несколько человек зашли. Неважно. Вы продали товар. Сейчас продают, то есть покупают карточками, да, карточками расплачиваются. Поэтому немного видоизменено это все. То есть немного приспособлено к нашему современному времени. Оплатили карты, неважно. Вот та сумма, которая была оплачена, вытаскивается из кассы. Если на кассе нет вообще денег, то свои вытащите эти деньги. Ту самую сумму, которая была продана. И проходите, и начинаете касаться товара этими деньгами. Начитывайте шесть раз. Вот пройдите по всему магазину. Предположим, вы продаете там вещи какие-то, ну, одежду. И вот пришли люди, померили, купили, вышли. Берите эти деньги или снимите с кассы ту сумму, на которой было куплено. Сейчас начнутся тысячи вопросов. А если вот взяли там на такую сумму, которой у меня в кошельке нет, вот что делать? Значит, не проведите. Проведите другой ритуал. Берете ту сумму, которая изначально куплена, ее можно, конечно, и потратить, и, скажем так, и сдачи отдать. Суть не в этом. Берете эту сумму, проходите по магазину, касаясь товара. Начитывайте шесть раз. Вот в шести местах магазина начитайте. Вот здесь коснулись, прочитали шепотом. Там коснулись других там каких-то курток, свитеров, не знаю, что у вас там есть. Всего касаясь потихоньку для себя начитывайте и положите эти деньги обратно. И весь день вы будете продавать товар. Первые деньги, которые приходят от продажи товара, называются первоприходцы или первоприходец. Вот на этот первоприходец нужно читать. Восточные купцы вообще на Востоке этот секрет знают. Каждый по-своему начитывает, каждый по-своему это проводит. Я вам дарю свою версию этого ритуала. Но вот именно эту традицию купцов, естественно, я узнала, я узнала, когда изучала вот эти обычаи, традиции восточных купцов, торговцев и прочее, для того, чтобы понять, в чем секрет их удачливости. Сейчас я вам передам этот заговор. Как его провести, я вам объяснила. Такой маленький, легкий в исполнении, но очень сильный заговор. Сейчас некоторые скажут, а вот как быть, если я дома работаю, там, вот я, не знаю, продаю через интернет. Хорошо. Вы продаете через этот компьютер? Значит, проводите через компьютер. Не знаю, что вы там продаете. Может, вы сайты создаете, может, вы рекламу делаете, может, вы, что вы там делаете, бухгалтерский учет. Вот тот предмет, который вам приносит эти деньги, через который вы зарабатываете. Вот пройдите, вот вы получили эти деньги на карту, там, тысяч пять, предположим, первая покупка. Снимите с вашего кошелька пять тысяч и пройдите, вот, протрите, пройдите по компьютеру и начитайте шесть раз этот заговор. И дальше у вас целый день будут покупки. Желательно, конечно, товар протереть, пройти. У всех есть свои любимые заговоры, я вам скажу. И у Яны есть такой любимый заговор, она тоже начитывает иногда. Не буду называть, захочет, сама скажет. Но у каждого есть испробованный уже не раз, опробованный, извиняюсь, уже заговор, который работает в его случае и как бы приносит прибыль и результат очевиден. Итак, вот тайна восточного купца для того, чтобы весь день были продажи. Заговор следующий. Начнем. Первый приходец, первая деньга, я тебя благословляю, к Богу денег я взываю, еще деньги призываю, одна деньга сотню позовет, сотня тысячу потянет, весь товар мой продастся, казна моя деньгами наполнится. Лети, деньга, ко мне, приди, деньга, ко мне, спеши, деньга, ко мне, да в мои закрома, да будет так, и все исполнится. Заклинаю. Первый приходец, первая деньга, я тебя благословляю, к Богу денег я взываю, еще деньги призываю, одна деньга сотню позовет, сотня тысячу потянет, весь товар мой продастся, казна моя деньгами наполнится. Лети, деньга, ко мне, приди, деньга, ко мне, спеши, деньга, ко мне, да в мои закрома, да будет так, и все исполнится. Заклинаю. Итак, друзья мои, шесть раз я читать не буду, но я вам подробно объяснила. Проведите, как мной вам сказано, и результат не заставит себя ждать. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok